Одним словом, дети не сидят без дела. Для них проводят мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. Времени у школьников мало, а видов народного мастерства много. Поэтому мальчики и девочки пытаются проявить себя во всех направлениях. Представлено касторезное мастерство, это характерно для северных народов. Белорусская вуицинанка, также амулеты северные. Поскольку мы живем на Ямале, конечно, нужно детей приобщать к своей малой родине. Амулеты из кожи и меха. И также роспись по дереву. Это русская традиционная роспись, ложек, матрешек. Занятия не только увлекательные, но и сытные. Пока дети творят, их подкармливают бубликами. Те, кто же смастерил поделку, водят хороводы. Другие ищут новое занятие и не стают хвастаться. Это я на дереве нарисовал медведя, знак медведя. А из этого я ткани сделал цветочек. Я, когда приду домой, покажу маме и буду гордиться. Ольга Исаков – воспитатель детского дома «Семья». Сегодня она проводит мастер-класс по хантейскому амулету. В его чудотворную силу дети верят. Так как коренные народы обычно не рисуют лицо, не изображают лица, мы взяли как украшение. Это больше как украшение. И я думаю, что когда сделана работа с добрым сердцем, с добрыми руками, то, конечно же, принесет удачу и будет и согревать, и оберегать эта наша поделка. После небольшого введения в историю оберега и техники его создания школьники начинают творить. От желающих отбоя нет. Здесь у всех очумелые ручки. Сделать амулет хантейка достаточно просто. Для этого нам понадобится клей, атласная лента, кусок меховины, две картонные основы и пайетки. Работа займет всего две минуты. Берем круглую картонную основу и обмазываем ее края клеем. Прикладываем мех. Берем вторую картонную основу. Снова используем клей. Переворачиваем. Приклеиваем ленточку. Чтобы смотрелось эстетично, прячем края ленты под маленькой бумажной вырезкой в виде цветка. И наш амулет готов. Осталось украсить лицевую часть. После двухминутной работы получился вот такой вот хантейк. Теперь можно его повешать на шею. И он будет служить в качестве оберега. Елена Жаркова, Виталий Харченко. Новости нашего города. И это была завершающая информация выпуска. Прогноз погоды через несколько секунд. И я желаю вам всего доброго и до свидания. Зима наполняет мир красотой. Но порой за поворотом она прячет неожиданные сюрпризы. Какой бы ни была зимняя дорога, волшебный или непредсказуемый, вы спокойны за близких, когда впереди надежный ориентир. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вас ждут качественное топливо и теплый прием. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир на зимней дороге. 23 ноября в Салехарде облачное. Ветер юго-восточный до 3 метров в секунду. Температура минус 11 градусов. Муравленка без осадков. Ветер юго-западный до 1 метра в секунду. Температура 9 градусов ниже нуля. В ноябрьской переменной облачной. АзС «Газпромнефть» до 1 метра в секунду. Температура минус 9 градусов.